В правительстве республики детально разберутся с задержкой и компенсацией за жилищно-коммунальные услуги работникам бюджетной сферы. Сегодня эти и другие вопросы обсуждали на седании кабинета министров. Подробности в следующем материале. Субсидии на оплату услуг ЖКХ все нуждающиеся должны были получить до 10 сентября. Руководитель Минтруда региона отмечает, необходимые документы оформили в срок. Работа была проделана огромная. Просто это первая сверка базы данных. 1-9 числа мы довели до всех министерств, чтобы они издали приказы, заключили соглашение с администрацией муниципальных районов, городских округов, открыли лицевые счета. 1 августа были направлены списки в министерство и 12 августа министерство нам доложили, что работа по завершению списков завершена. Но сбой все же произошел. Общее количество получателей почти 18 500 человек. В июне месяце эти средства трансформируются у нас через полномочий орган Министерства труда. Но с учетом того, что законодательные базы изменили и внесли изменения в действующие нормативно-правовые документы, с 1 июля главные распределительные средства министерства должны были трансформировать через муниципальные образования. Это прежде всего общеобразовательные школы, детские сады. Те учреждения, которые относятся прежде всего в ведение Минздрава через Минздрав. Те учреждения, которые ведение госпецслужбы через госпецслужбу. С большой задержкой субсидии получают учителя. Последний денежный транш муниципалитеты отправили только накануне. Муниципальные органы власти уже начали выплачивать Михаил Васильевич. И основная масса муниципальных органов власти выплатили. И остальные ведут работы по начислению и доведению до потребителей этих выплат. Но эту работу было возможно завершить еще в конце лета, отметил глава региона. Михаил Игнатьев призвал провести служебную проверку. Виновных необходимо наказать. Руководителю ветеринарной службы республики выговор объявили уже сегодня. Какого на самом деле за упущение в работе придется уволить, надо это делать. Иначе у нас исполнительская дисциплина будет хромат. Завтра в конце рабочего дня доложите, чтобы почти 18 500 человек. И эти люди все до одного 100% должны получить. Еще одно поручение главы – разработать проекты реконструкции дорог на селе. На эти цели из Дорожного фонда страны регионам планируют выделить более 8 миллиардов рублей. На следующий год мы можем привлечь не менее 200 миллионов рублей. Вот эту задачу ставлю перед вами. На заседании правительства подвели итоги работы Госкомитета по имущественным и земельным отношениям. Приоритетом для ведомства остается работа по изъятию неиспользуемых участков. За последнее время в оборот было введено более 50 тысяч гектаров. Медрик Валев, Расиль Мухаммедов, Республика.